МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правительство и парламент Абхазии намерены просить помощи России в решении топливной проблемы. Вопрос обсудили на заседании парламентского комитета по экономической политике. Адвокаты настаивают на полной непричастности подзащитных. Эдуард Шенкау, Игорь Скнарин и Тимур Тапагуа представили свои аргументы на заседании по делу о тройном убийстве на Набижесной. Официальная информация. Гуманитарное сотрудничество обсудил президент Абхазии Аслан Бжания с руководителем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым. На встрече затронули вопросы, направленные на обеспечение интеграционных процессов и сближения народов, которые симпатизируют друг другу. Бжания и Бельянинов также обсудили возможность организации в Абхазии отдыха и оздоровления детей, создания круглогодичного лагеря. Президент выразил готовность сотрудничать с организациями, чьи инициативы направлены на мир и созидание. Кроме того, вопросы решения проблем безработицы, улучшения качества жизни работающего населения и перспективы сотрудничества государства и бизнеса обсуждались накануне на встрече президента Абхазии Аслана Бжания с представителями предпринимательского сообщества. На заседании парламентского комитета по экономической политике обсудили проблемы ввоза топлива на территорию Абхазии. С 21 декабря прошлого года в Абхазию не могут ввести оплаченный бензин. Те топливные компании, которые закупают его не у Роснефти. До сих пор ситуация не разрешилась. Обсуждали проблему депутаты, члены правительства и представители топливных компаний. Журналисты на заседании комитета не присутствовали, но нашим корреспондентам удалось узнать, как проходила дискуссия у ее участников. Репортаж Марья Анны Котовой. 18 января проблема с ввозом топлива на территорию Абхазии не решена. С 21 декабря прошлого года в Абхазию не могут ввести оплаченный бензин те топливные компании, которые закупают его не у Роснефти. Груз компании Азид почти месяц находится на границе. На сегодняшний день, к сожалению, на текущий момент пока ситуация не разрешилась. Практически все заправки, включая компанию Азид, которые, я говорю, на текущий момент закрыты, топливо, которое задекларировано соответствующим образом в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, оно еще простаивает, к сожалению, на территории, приграничной территории, значит, в Российской Федерации. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, депутаты Народного собрания намерены обратиться в Госдуму России с просьбой посодействовать в решении проблемы ввоза топлива. Это решение было принято на заседании парламентской комиссии. По итогу было принято решение, что и парламент будет писать письмо своим коллегам в Российскую Думу по данной ситуации, будет обращаться для решения этой ситуации. Правительство Абхазии, по словам Пили, также намерено обратиться к российским коллегам с тем, чтобы получить хотя бы разъяснение. Правительству было обращено внимание, что они тоже должны обратиться к своим коллегам и решить получить максимально исчерпывающие документы, по какой причине так получилось. И продолжение комитета будет назначено уже на среду в 12 часов дня. Дальше будем обсуждать этот вопрос. Интервал в неделю взят для того, чтобы все министерства, ведомства, правительства, парламент все получили максимально и могли отписать своим коллегам, получить максимально ответы по данной ситуации. В среду уже, я думаю, будет окончательно принято решение, что делать по этому вопросу, по топливной ситуации. Ранее министр экономики Кристина Усган рассказывала о постановлении правительства РФ за номером 2180 от 16 декабря, которое наделило компанию Роснефти исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Однако, по ее словам, вопрос ввоза уже закупленного товара должен был быть решен. Но топливные компании не устраивают такое решение. Они требуют отменить все ограничения для сохранения здоровой конкуренции на рынке топлива. Коллеги в большинстве своем, насколько мне показалось, выразили мнение о том, что монополизацию рынку нельзя допускать, что необходимо предпринять, используя все имеющиеся возможности, инструменты, которые доступны парламенту, меры для того, чтобы эту ситуацию изменить, вернуть, дать возможность всем поставщикам работать. В первую очередь, те объемы, которые простаивают на границе, с ними в ближайшее время постараться решить вопрос. Ну и, соответственно, решить вопрос относительно того, чтобы на этом рынке была конкуренция, чтобы мы все имели возможность выбирать поставщиков. И в конечном итоге потребители также имели возможность и по качеству, и по цене выбирать среди всех игроков. То есть, чтобы нормальная здоровая конкуренция существовала на этом рынке. В настоящее время в Абхазии работают только те автозаправочные станции, которые закупают топливо у компаний «Роснефть». Из-за этого на АЗС зачастую образуются длинные очереди. В 2023 году Государственной миграционной службой Абхазии было принято 7754 заявления от иностранных граждан на получение виз рассмотрено 15 ходатайств в выдаче приглашений на въезд, 826 заявлений от работодателей. Об этом сообщил руководитель ГМС Рамин Габлая, представляя премьер-министру Александру Анквабу отчет об итогах деятельности службы в 2023. В этом году принято также 7038 заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов. Из них патентов 1050 поставлено на миграционный учет 5343 человека. Трое из шести защитников выступили в рамках премии сторон. Эдуард Шинкао, Игорь Скнарин и Тимур Топагуа представили свои аргументы на заседании по делу о тройном убийстве на набережной. Все настаивают на полной непричастности своих подзащитных к преступлению. Адвокаты Марина Таня, Автандил Чкадо и Сергей Чакрян выступят на следующем заседании. Слово Надежде Боровиковой. Более трех недель было предоставлено стороне защиты для подготовки к премиям сторон. Первым свои аргументы представил адвокат из России Эдуард Шинкао. Он был допущен к процессу в качестве защитника в середине судебного разбирательства и представляет интересы подсудимых Беслана Бганба и Дату Ахалая. Выступление Эдуарда Шинкао касалось не только двоих его подзащитных, но и всего дела в целом. По мнению защитников, деле много спорных моментов, и вина подсудимых представителями обвинения не доказана. Данное обвинительное утверждение, изложенное в обвинительном заключении, считая полностью надуманным, является не более чем предположением прокуратуры, начиная с довода о создании банды с целью убийства Шамба и Авитзба, изместие ее структуре, распределении ролей, изучении мест посещения их, получении информации о встрече Шамба и Авитзба на набережной, совершении убийства, что никакими доказательствами не подтверждено. Никаких внятных мотивов для совершения убийства ни у кого из обвиняемых не имелось, и прокуратурой таковы не представлены. Предложенные нам доводы стороной обвинения о том, что в качестве мотива являлась месть из того конфликта, который произошел в СИЗО МВД в мае 2019 года, полагаю совершенно несостоятельным, он не подтвержден, представлен доказательствами, и является всего-навсего желанием стороной обвинения хоть как-то обосновать мотив совершения данного преступления. Полностью специальные репортажи с зала суда смотрите после выпуска новостей. Житель села АЦ Гудаутского района Адамар Пачали объявлен в розыск, сообщила пресс-служба генпрокуратуры. По информации следствия, Пачали 25 декабря оказал сопротивление сотрудникам милиции на контрольно-пропускном пункте Ингур. Мужчина отказался проследовать в отделении милиции, стрелял под ноги в Рио начальника угрозыска по Чемчирскому району Захаряна. После скрылся с места преступления на Мерседес без госномеров. Розыскные мероприятия проводят подразделения СГБ и МВД Абхазии. Ведомственными медалями МВД России награждены сотрудники МВД Республики Абхазия. В торжественной обстановке награды вручил представитель МВД России в Абхазии Сергей Галенков. Со столь высокими наградами поздравил коллега-министр внутренних дел Роберт Киут. Смотрите видео пресс-службы МВД. Ведомственными медалями МВД России награждены сотрудники МВД Республики Абхазия. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, медалями за боевое содружество награждены первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Руслан Ажиба и исполняющий обязанности начальника управления уголовного розыска МВД Абхазии Алхаз Габли. Медалью за укрепление международного полицейского сотрудничества награжден главный советник министра внутренних дел Абхазии, подполковник милиции Инал Маршане. В торжественной обстановке награды вручил представитель МВД России в Республике Абхазии Сергей Галенков. Огромное спасибо министру внутренних дел Российской Федерации за отличие, которое было сегодня однозначно здесь за награду дослуженных сотрудников. Работа проведена была сложная, нужная по взаимодействию международным, так скажем, межгосударственным, между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Сегодня установлены правильные и нужные отношения, которые позволяют нам достигать таких результатов. Спасибо огромное. Я от лица МВД России хотел бы поблагодарить вас и ваш коллектив за ту работу, которую мы проделали. Эти награды нашли совершенно заслуженно своих владельцев, потому что действительно работа была сделана и в целом большая, и конкретно за этот поступок, который, за этот подвиг, можно назвать, который довольно оперативно удалось нам получить. Ну, как бы подводя итоги прошедшего 2023 года, еще раз хочу поблагодарить. Спасибо. Спасибо за внимание. Со столь высокими наградами поздравил коллег, министр внутренних дел Республики Абхазии, генерал-майор милиции Роберт Киут. Десять аппаратов для майнинга изъяли сотрудники таможенного комитета Абхазии на посту ГАИ Эшера. В ходе реализации оперативной информации должностные лица ГТК досмотрели автотранспортное средство на посту ГАИ. В багажнике автомобиля были обнаружены десять аппаратов для добычи криптовалюты. Оборудование для майнинга изъяли. Материалы по делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Курсанты, обучающиеся в профильных вузах МЧС России, проходят служебную практику в подразделениях МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Второкурсники в ознакомительном формате постигают азы практической работы пожарных и спасательных подразделений. А курсанты четвертого курса заступают на круглосуточное дежурство вместе с начальниками караулов. Туризм и рейтинги. По мнению 16% россиян Абхазия самая подходящая страна для отдыха с ребенком. Об этом говорится в исследовании Росгострах и сообщества туроператоров России «Большая страна». 88% туристов предпочитают отдых с детьми в России, 53% в Турции, 22% в Египте и 18% в Объединенных Арабских Эмиратах. На нашем канале продолжение нового телевизионного проекта общественной организации «Абфейпш» 21-й телекомпании «Абаза-ТВ». Это образовательная телевизионная программа для школьников Шай Хайцапхеп. В течение трех месяцев еженедельно по четвергам мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказов и сказок из учебников по абхазской литературе и в актерском исполнении. В этом выпуске абхазская сказка «Джамхох сын оленя» прозвучит в исполнении народного артиста Абхазии Кисоу Хагба. Абхазия Кисоу Хагба. Абхазия Кисоу Хагба. Данная программа является продолжением проекта видеоклипов на стихи абхазских поэтов из школьной программы. Еженедельно по выходным дням на канале Абаза-ТВ серии советской классики транслируются художественные фильмы. Проект «100 фильмов советской классики» реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникации «Мир. Мост. Абхазия». В эту субботу в 19.30 в нашем эфире картина 1908 года. Первый русский художественный фильм «Стень Каразин» или «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. «Стен Каразин» или «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. «Стен Каразин» или «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. «Стен Каразин» Православные христиане отмечают крещенский сочельник вечер накануне одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. В этот день совершается великое водоосвящение. Верующие собираются в храмах, чтобы набрать святую воду. Считается, что вода не портится и обладает целительными свойствами. Ее принято употреблять небольшими глотками натощак, произнося молитву. Во всех храмах Абхазии проходит подготовка к праздничному богослужению. В Сухумском кафедральном соборе состоится вечернее богослужение, божественная литургия и чин великого освящения воды. Крещенские купания пройдут в Каманском монастыре святого Иоанна Златоуста в ночь на 19 января. Там будут дежурить медики и спасатели МЧС. Во всех православных храмах Абхазии оборудованы купели и после божественной литургии там также пройдут купания и обряды крещения. Новости спорта. Футбольный клуб «Чайка» из Ростова-на-Дону продлил контракт с полузащитником Дауром Квиквескири, сообщает Федерация футбола Абхазии. «Наша команда имеет большой потенциал и я хочу быть частью ее развития, помочь достигнуть новых высот. Благодарен руководству клуба за доверие, готов усердно работать и отдавать все силы нашему клубу. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде», – сказал Квиквескири в интервью сайту футбольного клуба. Сариди Лаквитава присвоен первый спортивный разряд по шахматам, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорта. Юная спортсменка из Абхазии Шарена Гуния примет участие в первенстве Центрального федерального округа России по фигурному катанию на коньках. Первенство пройдет в Смоленске с 26 по 28 января, но в нем примут участие более 80 сильнейших фигуристов из всех регионов. Шарена будет представлять Тамбовскую область. Команда МЧС Абхазии провела четыре игры по волейболу в открытом турнире, посвященном Дню спасателя Беларуси. В ближайшие дни пройдут соревнования по футболу и пожарно-прикладному спорту, сообщает пресс-служба ведомства. Делегация МЧС Абхазии отбыла в Республику Беларусь для участия в открытом турнире, посвященном Дню спасателя. 15 января возглавляет ее первый заместитель главы спасательного ведомства генерал-майор Тигран Делибалтян. Сейчас о погоде. В пятницу 19 января в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 10 до 15 градусов. Температура морской воды 11 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 80 процентов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова